Добрый-добрый вечер всем, дорогие друзья! С вами студия StarLadderTV Возвращаемся мы обратно на про-серию 14 сезона У микрофона Владимир Донбасс-Берешов А также Колды Тил Ну и также с нами пара команд Таких как Сларк и команда Влажная Моль. Верно? Верно. Абсолютно Абсолютно верно И парни уже начали Выяснять, кто же из них Сильнее на этой карте А вот команда Сларк берет Баньшу и Вингу А Влажная Моль отвечают Вайдом и Ораклом Точнее не так Сначала Вайда взяли Влажная Моль А вот ответили на Вайда Баньшой и Вингой Ну Винга, кстати, хороший персонаж В принципе и против Вайда в том числе В частности, если можно Так выразиться, потому что Вдруг ваш кэрри или какой-то важный Персонаж попался в хроносферу Винга может его оттуда Свапнуть Даже так? Даже так Может даже и свапнуть Ну это, конечно, если она Если вы с Вингой в хороших отношениях Если с Вингой вы в плохих отношениях То свапать она вас не будет Из хроносферы Она может даже вас туда зафорстафить Если соберет Вот так вот Дружба-дружба Но игра есть игра Так что Да Такое Ну от Пуша, вы видите Влажная Моль сразу же защищается То есть Фурион, Лон Друид Ну Дазл тут Ну Дазл тоже тут как бы Как персонаж, который Может зарешать Если вводят в хроносферу Там Грейв тоже это никому не надо Ну и Бестмастер, опять же Персонаж не только с топорами Ну а Тесларк Как до этого Команда Альбатрос Просто банят Хороших, сильных героев Двауэр, Инвокер Были первые баны Ну вполне как бы Понятные А Герокоптер и Вичдоктор Это те баны Которые защищают вас От дополнительного дэмэджа Который может внести Противник в хроносферу Да Абсолютно верно Особенно Вичдоктор Который бы Сто процентов бы залетал Но вот Я не знаю почему Ребята сразу же не взяли Этого самого Вичдоктора Но вот Оракл захотели Ребята Ну и будут Как-то с Ораклой наиграть Опять же Будет залетать Постоянно он у нас Фолст Промис Если не ошибаюсь Да Да, Фолст Промис Так что Какой-то из героев Будет очень-очень долгожить А вот Кто это будет Опять же Мне тоже очень интересно То есть пока что Еще мы не видим Мейн Кири Не видим как раз Центрального игрока Которого Должен залетать Ну я думаю Сейчас еще Сабборт доберут А потом уже Перейдут Керри Там и так далее Но на самом деле Сларк правильно Делают Они плотных героев Брут Банша Брюмастер То есть персонажи Которые могут Пережить хроносферу И после нее Еще и подраться Ну Брюмастер Понятно Он там ультимейт Разложится И будет сражаться Банша Но тут немножко Все посложнее Потому что Банша может Пережить хроносферу В том случае Если она успеет Еул дать До того Как вводит Поставить хроносферу Но все равно Как-то теоретически Можно Ну вот Влажная амоль Просто наверное Не хотели Вич доктора брать Поэтому В общем-то И не взяли Но берут Клинкса Опять же Персонаж Который В хроносферу Вваливает Тун демедж На уровне Допустим С дроу С энчантрес Или Ну дроу Энчантрес И Клинкс Наверное Вот те Люди Которые с руки Просто просто с руки За счет того Что у них Такие есть скиллы Соответствующие Могут внести Да Нормально так Демедж А Феникс Тут интересно Это Феникс Саппорт будет Или это Феникс Анна Это Феникс Саппорт Да Саппорт Феникс Ну и Совсем Не понятен Этот Феникс Как он будет Вообще действовать В принципе Есть Товарищи Которые должны Разбивать Ту саму Суперналу Но Несмотря на это Все таки Ребята не боятся И берут Ту саму Феникса Ну да Если бремастер Разложится Там Ну короче В общем Не на самом деле Феникс Не только Суперновый Силен Правильно Плюс Как бы Хил имеется Хил чисто Родно носит И Ну короче В общем Можно что с Фениксом Придумывать Можно его там Рядышком с хроносферой Поставить Это яйцо Ну это конечно Все выглядит Весьма фантастично Там 4 секунды Хроносферы Потом еще Феникс Суперсонце Это после Хроносферы Оно взрывается Еще дополнительный Стан Ну такое Ну хотя как Длительность А6 же Секунд Суперновый То есть А длительность Хроносферы 4 Там Ну в общем 4.5.6 Это если с агонимом Да 4.4.5.5 Если Бест То теоретически Феникс может Ставить Яйцо Сразу же После того Как Водит Поставил Хроносферу И тогда Оно будет взрываться Или сразу же Ну или Рядышком Что в принципе Тоже Нормально Так Ну и минус Тайтхантер Минус Зевс Ожидаем Последних Героев От двух Команд Не хватает Еще Какого-то Оффлейнера Если не ошибаюсь Для команды Сларк В принципе Я думаю Бестмастер Будет у нас Фармящий Ну а Дестпрофит На центра Отправится Ну да Можно и так Можно По-разному На самом деле Сделать Можно и баунти Отправить На оффлейн Если вспоминать Старые-старые-старые Времена Можно брюмастер На оффлейн Отправить Опять же Тоже Если вспоминать Те самые Времена Вот А Кэрри Ну вот С кэрри брюмастером Одна проблема Что он Физерона Не вносит И поэтому Берут урсу Даже так Да Так что Будет брюмастер У нас Оффлейн Ну Там Может быть Ситуация такая Что допустим Он в дабле Будет с кем-то Стоять Или даже Баншу Допустим С Вингой Отправить Баншу С Баунти Хантером Сложную Отправить А брюмастер Допустим На центре А урса С Вингой В легкой линии Вот такая Ситуация Может быть Тут очень много Вариантов На самом-то деле Ну и пак Последним пиком От команды Влама Тоже Очень интересно Ну и в принципе Пак Сюда неплохо Заходит Опять же Дримскоил Под который Все герои Связываются Ну и промахнуться Там хроносферой Конечно же Могу уметь Да Ну Финч Играет на войте И узнаем Умеет он промахиваться Хроносферой Или же Не умеет Да Ну и Давай еще посмотрим Ситуацию в группе Перед этим матчем Команда Сларк Пока что На первом месте Три матча Три победы Девять очков А дальше За ним За этой командой Идет команда Влама Ага То есть это битва лидеров Ну как бы да Ну там еще есть Стронг То же самое Имеют Три матча Две победы Одно поражение Как у Влама Но только Третью строчку Занимают Вторую, третья Ну это такое Там по личным встречам Как-то оно считается Четвертое место За командой Анима БК Четыре матча Две победы Два поражения И дальше У нас сплошные нули В принципе Как и в группе Б Есть Виск Есть Digital Geniuses Две игры Три игры Два поражения Три поражения Ну то есть Парни почти без шанса Уже без шанса Да Но зато опыта Набрались наверное Какого-то Ну да Я надеюсь Ну и бахнут Наверное На квалификациях Там За свою мощь Не, просто Просто бахнут Просто бахнут Просто бахнут Просто бахнут Ладно Давай перейдем К ребятам Которые у нас играют Команда Сларк За сторону Радиент Начнем мы с Бриммастера На котором играет У нас Лодрион Кристаллайз на Урсе Люцифер Богдан На Баунти Хантере Хен На Веншфолд Спирит И последний у нас Кто Ленджендарь Будет играть На Death Profit Как раз выбрал Отлично И противники 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 На Фениксе Торпеда играет Клинксом Управляет Палантимас Дальше мы наблюдаем За паком Ласт Хиру Последний герой Ну и тот самый Войт О котором мы уже Рассказывали Финч А также Замена Оракль Рэйди Джунипер Раньяк В общем Как-то так Радужный пряник Радужный Не Ну Радужный Нельзя там Радужнип Радужнип А Ну да Если без И Не Мне больше нравится Рэйди Джуниор Джунипер Раньяк Можно так Радужный пряник Кто бы мог подумать Действительно Ладно Ожидаем Мы как раз Старта игры Что-то ребята Последние Приготовления Опять же Как всегда Ну я не знаю Почему Valve Пофиксили Все баги Выпустили Здоровенную Новость Об этом Ну и не Пофиксили Самое главное Вот эти вылеты Ну чёрт возьми Что это такое А какие они Баги Пофиксили Да Там же Вот эта Осенняя Весенняя Очистка Точнее То что Не видел Неа А Там Статья Больше чем Патч Наверное Так а что Ну баги Типа Они пофиксили Баги Которые там Вылеты Там что-то ещё Не работало Вот эти вот Да Типа да Типа да Там Какие-то Неправильные Работы Скиллов Там Вот это вот Всё Ну Слава богу Так Да Расходится Ребята По карте Смотрим Кто куда Нас уже Отправляется На данный момент Пока просто Примеряемся К этому Что нас ждёт И что ожидает Ну Фейслес Воид Вместе с торпедой Уходит у нас вниз Ну Вот Не совсем Всё же Вниз Феникс Уходит Всё же Один Воид Остаётся На ботаме Не поддержит Как раз Своего тиммейта Чтобы Отдалеть Ту самую Ботамру Ну В принципе Там уже Посягаются На бултеру Ну да У нас Доспрофит В принципе Должна Без проблем Забирать Ну а сверху Достается Понятное дело Это всё Паку Вот такой Расклад Пока До выхода Крипов Больше Особо Мы Ничего Не видим Угу Ну мы Увидим Позже Когда начнут Команды Действовать Ну Надеемся На это Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Рошпит Надо бы Прочекать Но Никто туда Не заход На самом деле Команда Влам Наверное Не могла бы Рошана Убить Да Как думаешь Убили бы В принципе Там особо Танковать Нечем Ну да Убили Уж очень Наверное Ребята Такие Тонкие Особо Не потанкуешь Ну Окей Да Ну и что же В стренте В центре Встречаются Да Встречаются Так Вместе С Death Profit Видели Баунти Хантера Сразу же Избивает Тот самый Вардецкий Баунти Хантер Своим врагам Ну и Бежит 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 Хорошая реакция Так вот Да В принципе Проел сразу же Тангусом Тот самый Вард Ну и На этом как бы И все Ну он готов был К этому действию Пак Наверное не ожидал Ну хотя тоже мог бы Наверное среагировать Попробую Там что-то отъесть Ну в итоге Ооо Хорошо Орбой-то пробили Вот он Соно Ее пакто Перелетел За спину Банше И будет просто С руки Ее бить И бьет Такий Еще последний Удар Но Банша Успевает Отпиться Салевочка И это ее Спасает Но вот Честно говоря Ей нельзя Сейчас выходить На линии Ей надо идти На фонтан Ну потому что Сейчас ее просто Здесь убьют В принципе Да Вот пожалуйста Орб Ну хотя Пак конечно Мог Не знаю Нет Естественно Не стоило А вот Гарлайв И опять же Санрей Очень больно Опять Деспрофит 50 кп Сальва Опять спасается Минус Сальва Ну и Да ладно Как же Круто 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 сыграли Вообще А торпеда Ты видел как он следил Лучом за Баншой Просто четко Она бежит в одну сторону И четко Луч за ней Реально Снайпер Мне кажется Это Вот он Просто до этого Ну до игры Играл В Unreal Tournament Там тоже есть Такое оружие Стреляет Зеленым таким Плазмой А второй режим Зеленым лучом Там тоже надо Этим лучом Типа попадать Очень-очень круто Вообще Шикарно Но вот Феникса саппорта Они любят качать Первый и третий скил Вот то что Торпеда делает И под хил И много урона Причем это урон чистый Вот И кстати Насчет Вот хроносферы Если поставить Троих словить Допустим Туда То луч В целом Нанесет Немало урона Особенно Замакшенный Да Тут финч у нас Играется с вингой Но вот Ни к чему Это не приводит Я думал Что-то Интересное будет Но нет Все же Фрагом Это все не закончилось У пака Проблемы 70 хилспоинтов Остается Но вот Уходит назад Покупает себе Второй нул талисман Все же Не хочет Себе Приобрести Боттл Там винггу Чуть не убил Феникс Опять же Сандреем Но залетел До конца За ней Под тавер До конца Идет Да Торпета Что-то Не разобрался То есть Ну он вроде как Увидел здесь Винггу И В общем Что-то Непонятно Что произошло Вроде Мне показалось Что увидел Тем временем Тут наверху Баунтихантер Бегает Пытается Сейчас Отжать И отжал Такие Посмотри Какой крысеныш Мелкий Третий Лерл Имеет Баунтихантер Очень-очень Здорово И Сейчас Получит Еще Качает Себе Как же это Называется Джинаду По-моему Да Джинаду Называется Та штука Ну и Начало Драки Минимальной Но вот Заканчивается Минимальная Драка У нас На топе Минимальная Да Ну хотя Готов Сейчас Подрезать Сухожилие Ораклу Однако Это будет Последнее Что он Сделает Прежде чем Отбираться На фонтан Потому что ХП пул У него Крайне мал Ой-ой-ой По-двоим Попадает Очень неплохо Ну Примастер Возможно Погибнет Хотя нет Пошел вперед У нас Баунтихантер Ну и На себя Все внимание Отлег В надежде Все же Убить Радушного Пряника Но Нет Нет Судьба Проблемы Теперь у Урсы Урса Сандрей Получает Вдогонку Но вот Видим Все же Не умирает Фангуль Вообще Такой Длинный У него Ренж Как у Фиссуры Почти Ну На 100 Меньше У Фиссуры 1400 Здесь 1300 Но в любом Лучше Действует 6 секунд Как бы Дамаги Нормально Там он Писывает Так Линкс Сверху Очень сильно Страдает От Баунтихантера Все На него Ребята Немножко Накинули Но вот До конца Все же Сыграть Не получилось Так Аракл Должен Сейчас Хилять Вот У него Левел Фейдзедикт Есть У него Так что Можно Успокоиться Там опять же То что Ты снимаешь Дамаж То что Ты получаешь Дамаж Там Буквально Разница В 15 По-моему ХП Если не ошибаюсь В смысле Не понял Ну Ты Дамаж 180 Наносишь А вращаешь Сколько 198 Сколько 18 Процент Нет Так ты Сначала Бросаешь Фейдзедикт На Типа Ну Это Мана Стой Это 110 Маны За Хил На 180 Ну На 200 Считай На 2 Левеле Нормально Я считаю Оракул Такой Не Самый Как бы Герой Обделенный Маной У него 403 Маны Ну Короче Мог бы Похилять Такое Ущение Пару Раз Точно Мог бы Ну А для Чего Он Тут На Линии Что Что Делать Надо Хилять Как То Своих Чтоб Чужие Не Подходили Боялись Какая Функция Просто Набрасывать Форшун Сэнд На Противника Или Че Ну Да Пугачиво Понял Пугачиво Ну Паку Он Там Уже Пугает На Центре Баншу Бедная Под Тавр Зашла Хотя Кстати У него Шестой Левел Есть А У Пака Шестой Левел Тоже Есть Да Ой Завай Дом Гонят Ну Вот Тут Такая Скотинка Неприятная Если Можно Так Выразиться Потому Что Вроде Ты Берст Дэмэдж В нее Дала Она Взяла И Откатила Это Все На 5 Секунд Назад Сверху Погибает У нас Клинкс Ну Через Просвет И Через Все Короче Говорят Забирают У нас Мейнкерри Команды Влама В принципе Ничего Такого Серьезного Не было Ну И Дэс Профит Погибает На Центре Пак Вместе С Торпедой Как я Понимаю Сбирают А Оракул Чего Оракул Не спас Клинкса Занят Я Понял СМС Пришло У него Столько Возможно Спасти Клинкса Бросить Кого То Или Того Жек Клинкса В Например Ну В Нью Я Свою Феникс Подбрили Ну То 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 Фейт Задик Бросаешь Все Они Бьют С руки А Они Только С руки И Бьют Ну В общем Ладно Серикен Неплохой Дальше Баунти Хантер До конца Будет Летти Нет Выходит Назад Хотя Конечно Были Конец Его Наступил Вот В этой Зоне До конца Урса Прилетает Феникс Ну И до конца Разменивается Финч Шел Просто Вперед На Феникса В надежде Выжить В итоге Ну что Урса Сгорит Или нет 10 хп Остается 3 хп 4 хп Лол Сгорает Да И в принципе Феникс Был Там Мод Шага Тоже Нагибнуть Винга Тоже Неплохо Там Раздал Ему Но Опять же Ну вот Урса Конечно Ульт Его спас Подрубил Он там В самый последний Момент Вообще Не ожидал Или ожидал Нападают 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 На брюмастера Что-то Брюмастер Слишком себя Повеял Я не понял Что он хотел Сделать Странно О Вот сейчас Все правильно Сделает Оракль Смотри Отхиля У клинца 600 хп Ему там Одного хила Хватает Чтоб 3 хп Просто восполнить Или даже Пол хп Какой там У оракль Уже 5 левел Клинца Так Баунти Там бегает Дожидается Дожидается Брюмастера Вот он Приходит Брюмастер Правда Не хватает Все же Ему до 6 Совсем Чуть В том Моменте Я думал Все же Праймал Спит Сейчас Повезает Удрион Потом Смотрю Там 5 левел Я то А я Просто До этого Прочекал Что у него 5 Опять Его зацепили Феникс Пролетел Бьет Клэпает Но это Не спасает Ниаким Я сейчас Лучом Нагрею Дружище Что такое Охо В контроле Жестко В итоге Погибает Баунти Хантер Как же Так Это Просто Феникс Вообще Моей мечты Птица Счастья Ты видишь Что он делает Просто Снайпер Реальный Как так Можно Играть Я не Понимаю Я хочу Чтобы он В моей Команде Был В моей Супер Лиге Супер Феникс Фэнтези Лига Нормально Ну вот Никто Толком Я так Мой Еще Не сделал Ту самую Фэнтези Лигу Когда-то Была На Сайте Лтв Орг По Контер Страйку Еще В 1.6 Времена Не знаю Как сейчас Была Фэнтези Лига Сейчас Чего-то Таких Лиг Я еще Не наблюдаю Ну Есть Понятное Дело В Том же Компендиуме Том же Операция Контер Страйка Большой Турнир Там Есть Что-то Такого Но Вот Именно Где Сайт Где Много Много Всего Играют Ребята Че-то Вот Я Такого Если Честно Не Видел Давно Все Еще Впереди Впереди Кстати Урсы Проблем Потому Что В Свет Нас В итоге Все Погиб Тут Турсы Как Ни Крути Все Ну Ульт Успел Подрубить Ульт Ульт Все Рано В Сейчас Берут Да Много Откусил От Противника Запретался Радужный Пряник О Хороший Вард Хороший Вард Так 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 По двоим Попадает Отлично Ну Элдрион Узнает У нас Праймл Сплит В итоге Его Убьют Мне Кажется Один Бремастер Находится В итоге Торпеду Должны Забирать Ой Фолз Промис Торпеду Живет Торпеда Уходит Радужный Пряник Проблемы Но Все же Как видим Погибает Ну И Дальше Тут Ребята Все же Больше Никого Не заберут Ну Вовремя Подключилась Банша Без нее Было В принципе Они в центре Там находились Провязали Смоук А вот Сейчас будет Наверное Супернова Феникс Готов залетать Войд Прилетел Баншу Видно Пак Пак А где Дримпойл Ставится По троим Отлично Ну И Где Наш Нет Супернова Нету В итоге Заяц Экзорцизм Вот Дэск Профит Ребята пытаются Кого-то Все же Еще Нарезать Финч Там на лох ХП Висит на нем Трек В итоге Ребята Быстренько За ним Бегут Винга Через 2 секунды Стан Будет В итоге Финч Погибает Супернова Стоит В итоге Супернова Никого Не коснется Ласкиров Просто на ровном месте Погибает Дальше Клинкс Вроде бы Неплохо Нарезает Минус Брюмастер Гонят Ребята За Вингу Винга Выживает На лох ХП Проблему Дэск Профит Дэск Профит Забирают И Винга Улетает В принципе Какие Баунчхантер Тоже Должно Уходить Просвет У него Маны Нет Еще Еще Шесть Маны Надо 4 Маны 2 Маны И Уф Он догонит Если что Вот он Просвет Ай Просвет Пошел Брыжи Не хватает Это Беда Находит Клинкс Урсу Урса Есть Опять же Санрей В итоге Что Пропадет Урса Подобрал Успевает Подобрать Айгис Еще Пак Тут Подключается К всему Урса Бедного Урсича Хотя Торпеда Чуть Не умирает В этом Моменте Находит Следующим У нас Товарища Оракла В итоге Что Урса Выживает Урса Уходит Поставляется Дэск Профит Вместо Микросурса Минус Дэск Профит Алдрион Тоже Ищет Счастье Но Не находит Счастья Ну Неплохо Айгис Потратили Забрали Героя Кор Героя Это был Конечно Не Урса Но Банша Тоже Нормально Кросферы Не было Там В файте Когда По Т1 На топе Дрались И Супернова Тоже Была Крайне Неудачная Вот я думаю Как только Эти Две Способности Будут Скомбинированы В нужном В нужной Последовательности В нужном Месте Тогда Будет Все Гораздо 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 Лучше Бегает Бегает Пока Баунти Хантер Дает Треки Там По Паку Пак Все Просто Нажал Слишком Испугался Видимо Думал Что там Сейчас Будут Принимать Но Его Не Принимали Урса С Блинком Он Топчик Сейчас По Нетворсу 4700 У него Кстати Смелый Такой Урса Даже Не смелый А правильный Урса С Морбит Маской Просто Поваршана Забирать Некоторые Даже С Владимиром Боятся Это Делать А Урса Понимает Что Урса Можно Забирать Даже Если У тебя Есть Левел И Морбит Маска Э Э Вот Хроносфера Ускоряется Венга Свапает Отлично В итоге Должны Ребята Отходить Хотя Станчик Залетает На Спай Финча Но Тут Ничего Такого Нету Дринскуэл И Супер Нова Супер Нова Вырушается От Урса Которая Прыгает С Бинком Вперед И На Этом Вроде Как И Все Заканчивается Все Расходятся И Все Рады Кроме Феникса Ну Да Отошел В другой Чуть Мир Ну Вот Свинга Показала Свою Полезность Свапнула Урсу Из Хроносферы В итоге Феникса Убили А сами Не пострадали Очень Очень Качественно А там Еще Дрем Ководпака Был Ну Вот Надо Наверное Все Таки Думать Ну Как Думать Тут Такая Сложная Была Ситуация Потому Что Увидели Зацепили Поставили Скилл Никто Не знал Что Там Сейчас Еще Винга Подойдет Как Оно Там Все В итоге Сложится В Варди Вижн Был Но Я Не думаю Что Там Прям Видели И Вингу В том Числе Синициировали На Урсу Но Спасли Саппорты Но Игра Интереснее Становится Потому Что Много Механик Демонстрирует Одна Вторая Команда Возможностей И Операции Со Скиллами Которыми Владеют Чем Дальше Тем Все Будет Интереснее Мне Кажется Достаточно Динамично Ребята Играют Постоянно Что Нам Показывают Не Просто Так Формят И Ждут Момента На Все 120 Постоянно Что Мы Видим Баунти Хантер Тут Чуть Не Зарисовался Вместе С Клингсом На Одном Месте Но Все Клингс Не Показался И Бх Не Показался В итоге Все Расходятся Миром В Инвизе Кто Куда Тут Видимо Какой-то Размен Тавров Будет Потому Что С Ларки Подошли Вплотную К Т1 На Верхней Линии Еще И Банша Ульту Подрубает Но Однозначно Надо Разменивать Единственное Что Проблема Конечно На Центральной Линии У Тавра Гораздо Больше ХП Чем На Топе Там Баунти Как-то Опасно Заходит В спину А там Есть Варт Его Могут Увидеть И Его Феникс Обнаружил Вингас Вапает Назад Дает Станчик По Палантимасу Ой Больно Развалят Очень Быстро Нет Спасает Оракул Это Хорошо Супернова Стоит И Хроносфера Стоит Сейчас Было Круто Все Поставлено Дримкол Отлично Супернова Взрывается Встанет Брюмастер Не успел Дать Сплит Брюмастер Его Завалили Ооо Продолжается Варт Поставил Феникс И Видит Он Баунти Хантера Урса Прыгает Вперед Но Он Здесь Один Супернова Поставил Феникс Потом Хроносферу Поставили В итоге Хроносфера Закончила Супернова Взорвалась Законтролили Брюмастера Который Сплит Не дал Что-то Он там То ли В сале Был То ли Просто Не нажал Кнопку Отлично Все И Пак там Еще Дримкойл Поставил Ну Шикарно Шикарно Парни Разобрались Сейчас В ситуации Брависсимо На пятерочку Отыграли Файт Да Ну И В итоге Перетягивается Команда Дар На Ботом Линию Сюда Прилетает БХ Сразу Уходит В Shadow Волг Прилетает Еще И Брюмастер И По-моему Назад Отступают У нас В ламо Хотя Вроде бы Это как Да Я бы Не дрался На их месте Вообще Там Ультимейт У них Долго Будет Перезаряжаться Еще Ой Прыгает А вот Теперь Сплит Хорошо А теперь Можно Кого-то Офокусить Ну Например Саппорта Оракл Точно Насчет Фейслес Воида Он Отпрыгнет Быстрее Всего Ну Ребята Решают Драться В итоге Оракл Да Погибает Также Погибает Фейслес Воид В итоге Не успел Отпрыгнуть Ну И Торпеда Торпеда Уходит На Сунг Фениксе Хотя Там Вроде бы Преследование Было Заняно Что-то Глупо Сейчас В Ламо Сыграли Просто У них Пик Рассчитан На Тимфайт На Тимфайт Под 5 Ультимейтов Да Если у вас Нет ультимейтов Ну То есть Фармите Тогда Не деритесь Даты Вра Не хочется Отдавать Но Как бы Тогда вы Просто будете Терять героев Вот Решили Что Мы можем Потерять героев Ладно Давайте Потеряем Так Подрезает Здесь Трек Дает Входит В инвиз Не знаю Где Баунти Хантер Там Тем временем Внизу Сражение Сало По всем Просто Стоит От Пака Больно Пак Погиб Уже Феникс Тоже Но Он Делает Байбэк Погонит За Палантин Носом Да Погибает Еще Бремастер Ставится Супер Нового Клинкс Под Фоллс Промис Начинает Нарезать Минус Один Делает Так же Погибает И Феникс После Байбэка Ну И Финч Ставит Вообще Сейчас Все Пошло Не так Да Абсолютно Ошиблись В итоге Экзорцизм Зазает Дез Профит Забирает Один Товер Забирает Второй Ребята Товер Пока Пауза Посмотри Только Боя Заработали Денег Ладно Озвучу 3147 Монет Ну Это Отыгрывается По-моему Да В ноль Уходят Ребята 3000 Лидировали В ламо После Тимфайта На центре Если Не Ошибаюсь Потом Буквально Сколько Там 3 минуты Прошло 2 минуты Прошло Да Вообще Ужасный Ужасный Файт Вот Сейчас Все Не так Как же Так Все Не так Просто Дрались В разных Местах Кто Где И Ну Очень Очень Странно Все А теперь Вот Самое Что Обидное Кулдаун Это Как бы Имеется Да На хроносферу И на супернову И без них Драться смысла нет Ну Как бы По моему мнению Во всяком случае Этих Скиллов Не будет Еще 108 секунд Если судить О хроносфере Она самая Длительная По откату Из скиллов Пока что Ну Соответственно За 100 секунд Я так Подозреваю Что команда Сларк Не будет Форсировать События И не пойдет На хайграунд Но Как минимум Т2 И Т1 На центре Они забрать Могут Может Даже Т2 Еще где-то На том же Центре Или Например Наверху Ну Крепятся По преимуществу Просто Напросто Плюс Плюс Еще там Рошан Должен появиться Совсем скоро По идее Поэтому Ребята Будет Претендовать Ну вот Это проблема В этих Тимфайтах И поэтому Такая Дота Себя Немножко Изжила Она была Где-то Еще там Лет Года 3-4 Назад Наверное Когда Все под Тимфайт Набирается То что Если все Под Тимфайт Набирается Вот Именно Под Ульты То Вы Крайне Уязвимы В моменты Когда у вас Этих Ультиматов Нет А иногда Даже И Беспомощный А когда у вас Такие герои Которые могут Ну у которых Во-первых Ультиматы Более дешевые По времени Которые могут Драться И без Ультимативных Способностей Которые сильны Даже своими Скилами Обычными Вот те Гораздо В более Выгодной Ситуации Находятся В принципе Вот Ну тот же Например Свен У которого Кулдаун Ульты Совершенно Маленький Или там Хаос Найт Который без Ульты Может разрезать Всех подряд Или тот же Райс Кинг Ну вот Или Лансер То есть У него как бы Есть ультимейт Но он пассивный Или там Тот же Сларк А когда у вас Типа там Тайт Хантер Воид Феникс Энигма У которых Крайне долгие Перезарядки На ультимативные Способности То Каждая ваша Ошибка То есть В тимфайте Это считайте Проигранный Тимфайт А если у вас Ну По другому Вы драться И не можете То Собственно Ну это Очень большая Вероятность Того Что В итоге Вы игру И отдадите Так что Вот надо Может быть Брать Ну Меньше героев Там Которые Ну точнее Не то что Меньше героев Просто Брать такой пик Чтобы не слишком Зависело Все от Этих вот Ультимейтов Потому что Вот пока У в ламы Видно что Они без ультимейтов Драться не могут Когда у них Заходят Все три ультимейта Четко Супернова Хоносфера И Дримкоил Тогда вот Они дерутся хорошо Но это было всего лишь Один раз За всю Вот Эту игру Может быть Еще раз нам Они что-то покажут Но Непонятно Получится ли Или нет Так Ну что ж БК Поправляется наверх На Клинкса Клинкс В итоге да Уходит С Клинтон Волк В итоге Ребята не успели Все же его найти Еще просвет Где-то Кто-то потратил По-моему Дали просветку Дали вард Думали Что может быть Клинкс Здесь задержится Но он Не задержался Защищают Свой Т2 Свой лес Много вижена Много вардов Два сервера Стоит буквально На Одном месте Пак там Дримкоил поставил Банша и улица Дримкоил заканчивается Винга свапает Банша Спасай эту Хорошую Свою подружку Но На Баншу Слишком много Все-таки Дамажа Миказмур Баунтихантер В итоге погибает Нас Товарищ Феникс Остается Хроносфера И падает Хроносферу Вообще Ничего не происходит Потому что Нету Абсолютно Ничего В итоге Оракул Погибает Даже не буду смотреть На Финча Пытается выйти Камень Летает В итоге Складывается Обратно Нас Товарищ Алдарион Ну успевает Финч на ХГ Запрыгнул Там блинки Которые достигают Опять же У нас Вайда Ну Пагу Еще должны Вроде быть Спануть Есть танчик Утвинги Которые Там Просто Одну Чверть Капа Разрывает Паку В итоге Остается Последний Клинк Который Просто Фармит Просто Фармит И Да Опять Вот Проблема Проблема У команды Влома Еще В том Что Ну Чтобы Выиграть Файт Надо Чтобы Драться Не с Одним Героем То есть Они могут Все ультимейты Потратить На Баншу Условно Убить ее Ну а потом Придут Три других Персонажа Что с ними Делать Непонятно Вот как Сейчас было Пак поставил Дримкоил Вроде Баншу Зацепил Там Потом Что-то Воет Феникс Прилетает Но Уже Все Уже Уже Поздно И вот Уже На ХГ Зашли Сларки Штурмуют ХГ Там Есть Свап Но Феникс Улетел Мека Помогает Мека Отхиливает Хроносферы Нет Есть только Супернова И Дримкоил Разве Что Ну Тут Вообще Сейчас Влам Они должны Драться Они должны Драться Только В Рошпите Или у себя На хаграунде Там Где Противник Будет Крайне Уязвим Там Где Он Будет Собран То есть В одном Месте Много Героев Там Где Можно Поставить Все Дримкоил И Сайленс И Хроносферы Тогда Они Наверняка Смогут Подраться Более Менее Неплохо Там Готовится Аганим Саптера Ребят Я вижу Бримастер Потихонечку Начинает Собирать Его Урса Где-то Уже На подходе Уже Даже Летит К нему В курьере Готовый Аганим Ну Круто И Вроде Бук Все И Дас Профит 2 700 Но А то Будет Ноктарин Быстрее Всего Выход Ну Да Собственно Еще раз Возвращаясь К ситуации С Баншой Если вы помните Одно время Она была Очень популярна И как ее Законтрили В Альве Они просто Увеличили ей Кулдаун Ультимейта И она стала Уже не такой Популярной Ну Потому что Там Долго Перезаряжается Ультимейт Вроде как И так Часто его Можно использовать Бла-бла-бла Потом выпустили Актарин И собственно Актарин решает Все проблемы Банши Окей Привет 100 секунд Можно Ну как бы Можно 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 Там плюс еще Души увеличили Плюс еще Дали сифон Я не знаю Как загнобили Это Death Profit На самом деле Так смотришь на нее Ничего подобного нет Лучше бы Crystal Maiden Как-то Улучшили Да Увеличили Сделали бы ее Какой-нибудь Да Ой Пак поставил Сало Но Сразу назад улетел Феник тоже залетает Где хроносфера Где что Никто ничего не делает Плохо Ну Урса Пострадал Туда Ну так у него Егис там Нацепили И вот хроносферу Поставили Свап Сразу же из хроносферы Айвенга Молодец Ну хотя бы Венгу То обед не получается Отлично Ремастер Ремастер Феникс Назад Но это Никак не помогает На самом деле Очень хорошо сыграл Дорион Который отрезал всех И опять же Урса на развороте Играет отлично Проблема Клинкс 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 Что-то делает Как-то с Айленсом Но на этот раз Все-таки Прогоняет Но скорее всего Не пак прогоняет Это просто Сларки уходят Решили Что ну Сколько можно уже Сражаться Надо немножко Отдохнуть Пусть там Кстати у Баньши Ультимейт уже Наполовину откатился За то время Пока дрались Еще минутка И можно как бы Ну на самом деле Она может сейчас Вот так вот Прийти на линию Сюда К Брюмастеру И они могут пойти Спокойно пушить Пока они там Дойдут до Т3 На топ На боте То все в нее откатится В принципе У Брюмастера тоже И можно опять драться И можно драться Такая вот история Урса с Башеродчиком И Баунти Хантер С Олар Крестом Ну Шикарный Баунти Хантер Вот если посмотреть На его Нетворс То Нетворс Баунти Хантер Составляет Нетворс Клинкса Если что Да Ну Клинкс Пытается Что-то насобирать Все толковые Но решает БКБ Тебе собрать Правда еще Деньги на рецепт Надо где-то накопить В итоге В итоге трэшак Трэшак в итоге Ну Он в чужой лес Отправляется В итоге Кого-то хочет Подловить Кого-то убить Но Мне кажется Мало Что у него выйдет Да Ноль вообще шансов А Орчада нет Да Еще сейчас его убьют Если он подставится Таким вот Там же Там у гем у кого-то Заметили Да БХ заметил Но вот все же Уходит Клинкс Да Слишком шустрый Слишком быстрый Баунтихантер Вот Джената Такой скилл Противный И всего лишь На один его Можно качнуть Ну то есть По факту Да У него Замедление 25% На первом левеле А на четвертом 31% Как бы Не самый большой Прирост Ну то есть Не самое большое Увеличение Не самое большое Увеличение Эффективности Надо как-то с этим Может быть Что-то сделать То есть Заставить этих Баунтихантеров Качать Джената Допустим Чтобы было 10% А потом там 15-20 Там 25-30 Что-то такое В общем ладно Зашли Пак делает то Что делает всегда Прыгает Ставит Сава И улетает Дримкоил Не дал Ну понятно почему Потому что был Только один Урса Урса У которого Все еще Аганим И Аегис 2А Как Ancient Operation Но только Аганим Аегис И еще какое-то время Ага Вот Акторин Тоже Ну теперь в принципе Ребята могут заходить Без проблем Там уже по центру Заходят крипы И даже Поэтому тоже Надо это Не пропустить Да Очень не пропустить Фейслес Вуид Имеет уже Блиндайгер на руках Если что Тоже подключится Очень здорово Но опять же Проблема только В одной винге Которая заняла Хорошую позицию Которая имеется Линза на руках И в принципе Будет спасать всех Из этого Ага Так вот Ванша раскастовывает Своих сестер Пошла Глубоко Заходит Но теперь Отступили В ламо Ой-ой-ой Брюмастер Брюмастер Разбивает ультимейт Ну надо крансферу Наверное ставить Эленд Сал Дэдпак Пока что Факусят все Факусят Дриона Поставили Дримкуэл Ну наконец Не со сплит Он дает Ура Ну там уже Всех далеко Глубоко Отошли А ультимейт Это никто не делает Феникс Улетел Феникс Залетел Супернову Далеко Он стоит И в итоге Урса Видишь Урса Все-таки Четко Работает Зафокусил Супернову Феникс Залетел Байбэк Ну в общем А где Этот Хроносфера Где Что я не видел Сейчас будет Сейчас будет Подожди Ждет момента Наблюдает Во-во-во В кого Вот только Вопрос В кого Ну поставь Хроносферу Обидную Ну Что Плохо Плохо На самом деле По итогу Потому что Два Байбэк Потратили Ну Как бы Сторона Стоит Да Но Ничего В плюс Для себя В ламо Не получили В этой ситуации То есть Оказалось Что Они Слабее Только За счет Байбэков Они смогли А где Урса Погиб Урса Все-таки Погиб Да Да На размене Играл Короче Урсу А да Он же пошел Там Все равно Это Плохой Все равно Да Согласен Размен Плохой А Рошан Почти живой Через Пару минут Появится А у Банши Ультимейт Уже Там Откатился Вот Вот он Этот Акторин Акторин Да Еще И Зараза ХП Дает Акторин Понимаешь 1800 ХП Ну что же Реген Там Быстро Отхилив Тут 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 Еще Самое Что Обидное Он Дает Реген Регеном Но Он Дает 25% Лайфстил Со Скиллов А у Банши На минуточку Крипс Варм Имеет Кулдаун 3.75 То есть 3.5 Секунда Получается Прыгает 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 Кроносфера Подвоим Отлично Но там Урса Который Клэп Который Избивает Клинца Клинцу Очень больно Баншу Забрали Хорошо Сало Повесили На Брюмастера Тот Сплит Не может Дать Потому что Он В откате Пак Пак Уходит Назад Суперсон Поставили Свап И сразу Венган Назад Бежит Тоже Спасается Банша Сдела Баш Пройдет Баш Баш Ну что ж Минус 4 Вот команды Сларк Абсолютно Ничего Не смогли Сделать В ламо Пытались Пытались Ребята Че-то Провернуть Но Одну Дест Профит Забрали И то Под Хроносферой Ну вот Беда Большая Большая Беда У ребят Я вот По Файтрекапу Могу Сказать Что Внесли Обе Команды Одинаковое Количество Урона Но В одной Команде Погибло Четыре Персонажа А в другой Команде Погибла Только Банша Ну что Шурса Идет Вперед Уже Дошел Даже До Бараков Начинает Просто Новорозе Их Избивать В итоге Минус Ботом Линия Команды Глама Хотя Извратили Фортификацию Радужный Пряник Свап Назад В итоге Да Пожил Долго У нас Оракол Долго И счастливо Да Только Вроде бы Появился Уже Снова Таверна В итоге Да Все же Об этом Теряют И Куда Будет Оступать Или нет Или будет Идти дальше Вперед Впринципе Я Брошана Забрал Даже Так Сейфу Вопрос Сыграть Ну Вот То Что Было Актуально И полезно Первые Там Десять минут Сейчас Вообще Не актуально И не полезно Феникс Не может Ничего Сделать Войт Тоже Не может Ничего Сделать Клинкс Абсолютно Ничего Не делает Как-то Все Грустно Да Ну Посмотри На Клинкса Сколько у него урона 97 Плюс 9 У Кэри На 30 Минуте Урона Критов Я напомню Нет у Клинкса Персонаж Который лишен Этой способности Как убивать Вот он сейчас Ел Крипа У него там 150 урона Что такое 150 урона Ну ладно У него там Есть эти Стрелы Плюс 60 Еще Но Ну 200 урона Со стрелами Что ж Выход Под смоком От команды Влама Финча Сразу же ловит Кроносферу Так и не успел Поставить Ну и дальше Винга Просто всех Напрягает Уходит Торпеда Не уходит Клинкс Не уходит Радужный Пряник Ну и Супернова Стрелит От Феникса Ну тут Ну первый раз Она смогла Или там Какой-то Второй Может быть Да Что-то Разрыв Ну Замо Показали Неплохую Игру Сначала Вроде бы Как все Здорово У них Получалось Вроде бы И Феникс Отлично Своим Сан Точнее Чем Тоже мой Санрейн Санрейн Попадал Просто отлично Мы это Отмечали Но потом Одна-две Драки Которая Которая В салат Ушли Команде Сларк Просто все Перевернули Ну это Это плотность Это реально Что мы с тобой На драфте Обсуждали Три плотных героя Урса Банша Брюмастер Что с ними делать Не поэт На баунте Просто не уловим Бегай там Себе в инвизии Фиг ты его поймаешь Еще и венга Подлец Такой свапает Из хроносферы Ну Что делать Не ясно Как драться Пять ультимейтов Есть Пять ультимейтов Поставили Ну то есть Они выиграли Один единственный файт В ламо Вот На центре Когда все Идеально легло Больше так не ложилось Вот опять Мы возвращаемся К разговору О Сложности Вот таких вот Стратегий То есть Для того Чтобы их исполнить Я думаю Даже Какие-нибудь Победители Интернешнл А даже Какие-то Супер топовые Команды Типа Сикрет Не Ну может быть Более часто Они смогли бы Исполнять Вот такую комбинацию Там Все пять ультов Нужное место Но Тоже не постоянно Поэтому Надо как-то Более простые Какие-то Пики Вот сейчас Я так понимаю В доте Может быть это хуже Но это не менее Зрелищно Если честно Я скажу Тут же Брюмастер Банша Там они все дали Покидали Урса Прыгает Танкует Это тоже Все круто Красиво Смотрится Нет такой Феерии Скиллов Да Там Типа Два Реведжа Два Каких-нибудь Там еще Реверс Полярити Ну Ничего страшного Ну Как бы Побеждает все-таки Практичность Не всегда Красота Побеждает Так что Нужно быть Немножко Более Таким Прагматичным Практичным В современной Доте И брать Вот таких Героев Которые И подпушить Могут И подраться Могут Их масса Этих героев Вот вы видите Там Фурион Банша Тут же Брюмастер Ну Там Энчантрас Допустим Так что Пикайте И будет вам Счастье Да Ну и Ситуация После этого Матча Команда Сларк Абсолютно Точно Выходит Из группы А Приходит Следующий Тур Четыре Матча Четыре Победы Первое Место В группе А Если Не ошибаюсь Ни в одной Группе Нету Такого Результата Если не ошибаюсь Ну Четыре Матча Четыре Победы Всех Там Одно Поражение Где-то Есть Мне кажется Затерялось Дальше Идет Аниме Аста Аниме БК Второе Третье Место Да И в принципе Влама Четвертое Место Вроде бы Не теряет Тоже А кстати Вопрос Хитрый Владимир К вам Вот ты Сказал Что Ни в одной Группе Нет такой Ситуации А о чем Это говорит О том Что группа У Тесларк Слабая Или наоборот Или у Противников Допустим Группы сильные То есть Там много Сильных команд И поэтому Они друг у друга Очки отбирают Как ни крути Лучшие команды В топ Четыре Впишутся И вот я смотрю То есть Есть В каждой Группе Такие Не сильно Крутые И хорошие Команды Которые Там На грани Распада На грани Миксирования И тому подобное Поэтому Да Все же В следующем туре Мы увидим Более зрелищную Мне кажется Игру И более качественные Матчи